В грядущий вторник 13 февраля в Октябрьском райсуде Екатеринбурга начнется необычный процесс на миллион. Именно такую сумму 70-летний Сергей Радо требует с дорожников за свое покалеченное лицо после злополучного падения с велосипеда. Три с небольшим года назад, 11 декабря 2014, если быть абсолютно точным, пенсионер на велосипеде подъезжал по септракту к поселку компрессорного завода. И на перекрестке улиц Варшавской Чистой во тьме колесо его велика попало в яму. Дядя Сережа вылетел из седла и упал на асфальт. От удара он потерял сознание и в беспамятстве мог замерзнуть. На дворе, повторюсь, был в декабре. Но проезжавший мимо автомобилист заметил лежавшего на дороге человека и вызвал скорую. В 36-й клинике у Сергея Радо врачи диагностировали множество оскольчатых переломов лицевых костей. Пенсионер долго лечился в клинике, а потом, вероятно, от треволнений у него заболело сердце, и он снова попал на больничную койку. Сергей Радо утверждает, что та самая злополучная яма на дороге до сих пор не заделана, хотя с тех пор прошло 38 месяцев. По-хорошему, то есть поправкой на солидное денежное вознаграждение за покалеченное лицо, урегулировать конфликт не удалось. И теперь гражданин Радо в суде будет доказывать халатность Октябрьского ДЭУ. Грядущий судный процесс, по сути, уральский эксклюзив. Автомобилисты частенько судятся с дорожно-эксплуатационными службами из-за ям и пробитых колес. Но велосипедисты, с учетом их малых, невысоких, скажем так, скоростей, обычно либо ямы на дорогах успевают объехать, либо при падении все обходится синяками. Продолжение следует...